итак всем привет с вами я Павел Первый и я начинаю свое новое прохождение по игре Max Payne в общем я и так достаточно мало прохождения сейчас сделал в принципе решил почему не сыграть особенно когда еще увидел что Блэк начал прохождение у меня профило на ностальгии мне вновь захотелось сыграть в него пройти в этот раз заодно еще снять прохождение вот в общем мне игрушка очень нравится от тех же Remedy что создали Алан Вейка вот скоро выход третий Max Payne поэтому я думаю все таки нужно пройти первый и второй первую я сто процентов пройду я вот уже начинаю от вторую я не знаю мне честно говоря не очень хочется проходить я всего лишь один раз проходила мне не очень в общем понравился не та атмосфера что в первом Max Payne ну что ж давайте не будем медлить начнем сложность по умолчанию одна она и так достаточно сложная так что давайте начнем можете пройти обучение если вы не играли в эту игру все объясняется блин ну нихрена громко я вроде бы так тихо сделал в общем тут с озвучкой проблемы небольшие может быть не слышно короче слушайте выстрела на крыше там нападение в самом разгаре повторяю это нападение перестрелка на крыше угроза жизни полицейского угроза жизни полицейского угроза жизни 10-5 отзовитесь 10-5 все они были мертвы последний выстрел поставил жирную точку в этой истории я снял палец с курка все было кончено чтобы объяснить что здесь произошло мне придется вернуться на три года назад в тот вечер который мне никогда не забыть тогда я еще служил в полиции отдел полиции нью-йорка северный округ чертова дыра так когда же ты начнешь работать на меня детектив чтобы ты отправила меня секретным агентом в какое-нибудь пекло извини но мишель и девочка для меня важнее вот это моя последняя секрет нечего розе дышать дымом в этом ты весь макс был и остаешь собой скаутом до встречи четверг вечером покер не забыл такое не забывается жизнь была прекрасна в воздухе висит запах свежескошенной травы из газонов где-то смеются и кричат дети дом за рекой на стороне джерси где тебя ждут красавица жена и чудесная маленькая дочка настоящий воздушный замок ставший реальностью малыш я пришел если бы только воздушные замки не разрушались пока на них не смотрят на небо тихонько вскарабкались сумерки наполненные дурными предчувствиями мишель солнышко кто-нибудь дома мне сразу не понравился этот спектакль правда для меня отвели самые лучшие места так наконец-таки закончился ролик в общем что-то хотел сказать а созвучка тут проблемы есть иногда вообще совсем не слышно смотря на то что даже патч стоит который более-менее нормализуют звуки все равно озвучка иногда очень тихо вот настолько что я не слышно если уж я не слышу так что ну вы навряд ли слушайте некоторые фразы в общем макс пэйн нам надо окунуться в историю макс пэйн что же с ним стало и тогда давайте начнем путешествовать тут окунемся в историю на стене был уродливый рисунок ключ ко всему что случилось после это был шприц наркотиком символ наполненный мрачным смыслом как видите тут можно ящики открывать и очень прикольная игра тут очень много таких вещей есть которых нету во многих других играх нашего времени то есть современных рабовичок лежит тут кто-то звонит отвечает жива слушайте кто-то забрался в мой дом вызовите службу спасения да кто-то ворвался в мой дом они еще здесь прекрасно боюсь я не смогу вам помочь кто это ну так грубо ты не будет убью так в общем смотрите тут вообще много чего прикольного примеру такого нет вам горит камин общем игра более чем десяти лет недавности столько всего хорошего лично нравится все это мишель да заткнись ты наконец нет не надо мишель пожалуйста сейчас ты у меня получишь полиция нью-йорка всем стоять нет ребёночек ах вы уроды а плоть падших ангелов нет 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 мишель рози нет а это звучит 8 лет назад все рухнуло за один вечер эти подонки были накачаны не известным раньше наркотиком вольтерином или просто не Просто В. После похорон я сказал Алексу, что согласен работать на отдел по борьбе с наркотиками. У нас ушло три долгих года, чтобы найти брешь в бизнесе торговцев в Оркеан. Наконец, два месяца назад, информатор сообщил нам, что Джек Любина, один из крупных боссов мафиозного клана Пунчинелло, занимается наркобизнесом. Я засекретился и проник в один из самых опасных кланов Нью-Йоркской мафии. В общем, в озвучке нет тоже. Я ушел, оставив снаружи тьму и холод. Город снаружи бушевал, как разъяренный зверь. Я медленно подбирался от мелкой рыбешки к более крупной, пытаясь выяснить, откуда берется наркотик. Алекс и П.П. были моими единственными связными в отделе. Это П.П. Случилось что-то важное, связанное с Любина. Тебе нужно как можно быстрее встретиться с Алексом. Поезжай на станцию Роско-стрит. Я не встречался с Алексом с тех пор, как ушел в подполье. За окном все холодало. Снег валил с такой силой, что казалось, что сами небеса готовы упасть на землю. Каждый искал укрытия. Казалось, что на завтрашний день надежды ни у кого не было. В метро было ничуть не лучше. Это чувство обрушилось на меня, как выстрел в упор. Что-то было не так. Так, моя беретта... Моя беретта нервно зашевелилась под кофткой. Но двери вагона уже захлопнули за мной, и поезд тронулся. Следующая остановка станция Роско-стрит и Алекс. Нет, все-таки надо сделать немного потише звук, а то слишком громко они говорят. Так, надеюсь, ты все сказал, Макс. Станция была окутана мраком. Алекса нигде не было видно. Мне предстояло найти его. Так. Блин, вот почему-то... О, в этот раз довольно быстро на паузу пришло. Вот так вот. В общем... Некоторые... Блин, что я хотел сказать? Ага. Короче, в озвучке Макс Пейна, как видите, никаких эмоций нет. Тупо болтают. И когда вот его жена умерла, Каман сказал, НЕЕТ! Никаких эмоций, никакой жалости в его голосе не видно. Вот, в общем-то. Озвучка, конечно, не очень. В воздухе похож в смерти. Мне нужно было найти Алекса как можно быстрее. И, по крайней мере, приятнее играть с опускачем с английской. Каману, чтобы не говном она была. Ну, как видите, да, можно тут открывать краны, там... Смывать туалеты и вообще многое другое. В общем, взаимодействие с предметами. Которого, как вы видите, нет в большинстве новых игр. И сейчас это считает говно. Ну, личная мечта. Так. Болеутоляющее, которое нам сейчас пригодится. Замедление. На. Кровь. Разновидности оружия и многое другое. Так. А, вот оно вот, азартегал. Кого там расстреляли? Уже мертв! Так. Мне пока повезло, меня не попали. Парни! Эй! Девы там! Хватит приспорить! Сдохни, урод! Так, дробовичок. Открывайте! Хихикнул, блин. Что за бред? Ай, меня попали. Ух, ё-моё! Я совсем забыл сохраняться. В воздухе пахло смертью. Мне нужно было найти Алекса как можно быстрее. Блин, как я ступил! Совсем забыл. Надо почаще сохраняться теперь. Лекарство на время снимет боль. На время. Да он уже мертв! Эй, что за... Парни, эй, где вы там? Не ожидал. Панель безопасности издевательски хихикнула. Мне нужен был код. Ух, хорошо. Да, два этих труса ушли. Ай, меня попали. Да. Поиски Алекса привели меня в центр бандитской операции. Так, за этой дверью вроде помню был чувак. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Как видите, немного тихо слышно. Да, мог бы позвонить из диспетчерской, этажом выше. Поможешь добраться туда? Конечно. Звучит неплохо. Идём. Убить бы тебя. Но нельзя. Я добрый. Открывай! Угу, как сказал Макс, осторожно. Ух, ё-моё, я в самое пекло попал. Фу, выжил. А, блин, самое пекло попер. Но мои навыки и выживания в Максвейне помогли мне. Так, последнее более утолящее. Заперто. Так. Поезд сиял, как рождественская ёлка. Электричество было восстановлено. Блин, иди. Вот. Ломайся ты, в конце концов. Прикалываемся. Так, и мы... Куда я иду? А, лучше. Так. Поезд вроде бы был этажом ниже. Да, точно. Ну что, let's go. Давай, Макс. Разрушим. Убьём их всех. Во имя Варкрафта. Все, довольны церемонией. Да, довольны церемонией. Так, сохранимся. Ух ё. Блин, там вроде бы, насколько я помню... Короче, не пускай они меня убьют. Блин, почему-то эти штуки не взрываются. Просто, насколько я помню, если стрелять в них, то они взрывались. Блин, они все сюда попёрли. Да. Моментально вынесли. Кто ещё хочет? Так. Вот. Ржавая дверь вела в заброшенную часть станции. На Роско-стрит происходило что-то серьёзное. Может быть, поэтому Алекс назначил мне встречу именно здесь. А может быть и нет. Так или иначе, мне предстояло это выяснить. Что ж, я думаю, на этом стоит подвести к концу первую серию. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok